Даже добившись политической и экономической автономии, Тайвань продолжает ощущать неуверенность в своей безопасности из-за наличия обширного вооруженного контингента Китая. За последние 24 часа вооруженные силы островной провинции отследили 103 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая. Об этом 18 сентября сообщило Министерство обороны острова. Ведомости отметили, что 40 патрульных самолетов пересекли так называемую серединную линию Тайваньского пролива, попав в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Количество приблизившейся военной техники стало рекордным показателем за последнее время. В Министерстве обороны Тайваня это назвали серьезным вызовом безопасности в регионе. Перед международным сообществом происходит определенный выбор в том плане, что либо нужно признавать территориальное единство всего Китая, включая Тайвань, либо каким-то образом выделять Тайвань самостоятельный субъект международно-правовых отношений. Появление летательных аппаратов и кораблей Китая вблизи Тайваня может интерпретироваться как демонстрация силы или неявные угрожающие сообщения со стороны Пекина. Этот акт может иметь несколько целей. Во-первых, Китай, возможно, пытается продемонстрировать свою военную мощь и способность контролировать регион. Во-вторых, это может быть средством давления на Тайвань в стремлении достичь единственности Китая. В свою очередь, Народная Республика продолжает придерживаться политики «одна страна – две системы» и рассматривает Тайвань как свою неотъемлемую территорию, что вызывает серьезное недовольство и противостояние со стороны тайваньского населения и правительства. Мы можем констатировать факт определенной военно-политической напряженности, но сказать, что это какая-то исключительная ситуация, наверное, мы не можем, потому что и более ранние периоды времени китайский флот, китайская авиация, они были в районе Тайваня. Сейчас мы можем говорить лишь о возрастании количества китайских самолетов и кораблей в районе Тайваня. Эта ситуация подчеркивает важность наличия мощных вооруженных сил Тайваня для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан. Вооруженные силы о странной провинции играют ключевую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Они обеспечивают физическую защиту Тайваня и демонстрируют его решимость отстаивать свою автономию и свободу от вмешательства со стороны Китая. В целом, приближение летательных аппаратов и кораблей к Тайваню свидетельствует о напряженных взаимоотношениях между Тайванем и Китаем. Важно, чтобы тайваньское правительство и его союзники продолжали поддерживать и развивать вооруженные силы, чтобы обеспечить безопасность и процветание острова. Кристина Атекина, Универньюз.